Сейчас идем на Федрив Чейндж. Самое серьезное мероприятие. Будем подкалывать Федрива. Я даже постригся зашел специально. Объективно, рынка нет. Страна в жопе. Прокат мы сделаем хороший, у нас есть там все условия. Мы информационный партнер Global Sparring Forum. Я буду интервьюировать, встречать всех спикеров. Скажу честно, к футболу я отношусь, мягко говоря, скептически. Анистра, не теряй мячи. Будешь играть по второй лиге или по третьей, которую еще не придумали. Я хочу, чтобы мой ребенок учился жить в шоке. I like it. Это состояние адреналина, он к нему привыкает. Он привыкает к тому, что у него есть чек. Чек в виде матча раз в неделю. Сейчас идем на Федрив Чейндж. Самое серьезное мероприятие. Будем подкалывать Федрива. Я даже постригся зашел специально. Хочется по-доброму постебать Федрива, но нечем. Объективно настолько жирно, настолько интересно. Все, спикеры, компании. Офигенный евент. Федрив Чейндж. Он продвигает свою компанию. Он делает фантастически дорогой и красивый ивент, где представляют свои бренды самые большие его клиенты, компании, которые работают с ним много-много лет. Действительно инновационные. Они делятся своими подходами. Офигенно интересно. Встретил старых друзей. Вову Поперешнюка, Славу Чечеткина. Кстати, со Славой Чечеткиным договорились писать видос на декабрь. Слишком много всяких видео записано. Надо дать отдохнуть людям от Славы Чечеткина, от розетки. Но вот впечатление вау-эффект. Прям вау от графики, от экранов, от того, что люди говорят, как они чувствуют, что они делают. Знаете, на что я вдохновился сейчас? Я понял, что я очень затянулся одним процессом. Это продажа всего, что мне не нужно. И я вот прямо сейчас займусь этим процессом и продам все говно, что мне не нужно. Вот вообще все. Старую мебель, какие-то девайсы, какие-то старые котлы. У меня столько этого барахла. Я от него, от всего избавлюсь. И вам советую. Я вот сейчас вот слушал хозяина OLX и понял, что это так. Избавляйтесь от того, что вам не нужно. Избавляйтесь от чемодана без ручки. Во всем. Друзья, немножко объясню, с чем связано решение по закрытию BMC. Объективно рынка нет. Страна в жопе. У людей денег нет. Продавать велосипеды, самые дешевые из которых стоят по прайсу 1800 долларов, оно не взлетает. Все велосипеды, которые продавались, продавались либо тем людям, которые приходят на коучинг, либо тем людям, которые меня очень хорошо знают и как-то приезжают, попадают на орбиту. Заниматься это превращается просто в чистый дрочь. На кануне дальнейших изменений, которые не заставят себя долго ждать, там уровень курса доллара 30, евро 35 и может быть даже больше. Считаю, что эта вся тема, она просто, ну, это, у меня никогда не было задачи быть продавцом велосипедов. Да, мне нравилось это, когда это был 13-й год. Да, я думал, что Vita будет заниматься. Но так случилось, что Vita не занимается. Но я воспринимаю это как должно. Поэтому я принял такое радикально тяжелое решение. Все распродать, ниже себестоимости и закрыться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажу честно, к футболу я отношусь, мягко говоря, скептически. Причина моего скептического отношения к футболу только одна. Это высочайший травматизм этого спорта. Я не знаю ни одного целого футболиста. Я не знаю, как уберечься от травм в этом спорте, достигнув хотя бы даже средних вершин. Я не говорю о топе, да. Поэтому я сыну неустанно повторяю. Ты должен избегать травматизма. Ты должен убегать. Ты работаешь с центральным нападающим, ты работаешь на нападении. Тебя все время будут метить. И тебя все время будут бить. И твоя задача – сохранить свою ногу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажу честно, это супер классное воспитание мужчины. Для меня это очень важно. Поэтому я всецело поддерживаю его увлечение. Кроме того, это мой сын. И я принимаю его таким, какой он есть. И я готов его поддерживать во всех его начинаниях. Я оставил ему второй спорт в виде тенниса. И я втайне надеюсь, что все-таки его лидерские качества, которые у него есть от природы, плюс они воспитываются сейчас во всех направлениях, дадут результат. И он отдаст свои предпочтения не командному виду спорта, а индивидуальному виду спорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леонид Васильевич – очень жесткий мужик. Ты видел, что сейчас солок сделал? Вот это я прошу на себя игру брать. Ты почему от мяча избавился? А? Тебе не интересно? Так уйди с поля. Ребята, моя бабушка 80 лет быстрее перемещалась, чем вы в 8. Мумии на поле. Я считаю, что его методика, она эффективная и рабочая. Я его всецело поддерживаю. Подчеркиваю, всецело поддерживаю. Пока за тебя все будут делать, шнурки тебе вязать, переодевать, одевать. Ничего с тебя не будет толкового. Мне нравится его жесткость. А не страх! Не теряй мячи! Будешь играть по второй лиге или по третьей, которую еще не придумали. Скажу честно, что я понимаю, что он мой ассистент в воспитании моего сына. И мне нужен ассистент более жесткий, чем я. Потому что для меня важно, чтобы он рос мужчиной. Чтобы он не жевал сопли. Чтобы он чувствовал команду. Чтобы он умел работать в команде. И мне важно, мне важно, чтобы он был мужчиной. Я все-таки к нему отношусь как к маленькому мальчику. И мне нужен строгий воспитатель рядом. Я знаю, вокруг этого очень много идет дискуссий. Как-то в фейсбуке опубликовал видео короткое с тем, как он наставляет. Первое. Он бывает разным. Он бывает очень жестким и очень категоричным. Сядешь сейчас! Все мы сядем! И он достаточно часто хвалит. Обыгрывай, умница! И так получается, что для малого есть мотивация, чтобы его не ругали. Чтобы ему не делали замечаний. Он старается. И для него это работает. Я не знаю, наверное, есть дети, для которых это не работает. Для детей, для которых это работает, но не так. Или отвергает их шок. Я хочу, чтобы мой ребенок учился жить в шоке. Я хочу, чтобы он нормально шок воспринимал. И концентрировался. И понимал, как быть в шоке. Мне очень нравится игровая практика каждые выходные. Мне очень нравится, что они играют матчи каждые выходные. Это состояние адреналина. Он к нему привыкает. Он привыкает к тому, что у него есть чек. Чек в виде матча. Раз в неделю. И это для меня принципиально важно. Ему заканчивается восьмой год. Он уже превращается в такого не маленького, а взрослого мальчика. Еще не в подростка, но взрослого мальчика. И я крайне хочу, чтобы он имел такой опыт. И для него это работало. И я хочу, чтобы он был мужчиной. Я хочу, чтобы он закалялся в бою. Это для меня крайне важно. Чего и вам желаю. Кстати, через буквально две недели буду на большом ивенте. Мы информационный партнер Global Sparring Forum. Я буду интервьюировать, встречать всех спикеров. Поэтому я вас прошу, пишите мне в комментарии все вопросы, которые у вас есть к спикерам Global Sparring Forum. И я обещаю, что три лучших вопроса получат билеты бесплатные от блога «Бегущего банкира». Мы встретимся там. Я буду модератором открытых панелей. Поэтому мне крайне интересно, что вы думаете об этом. Пишите. Это будет бомбический, бомбический бизнес-контент. Алена Жупикова делает отличные, отличные вещи. Почему такое название? Потому что инновации, потому что технологии, потому что впечатления, потому что эмоции. И это то, что вы получите на Global Sparring Forum, посетив его. Я думаю, что там количество мест достаточно ограничено. Я думаю, что по реферальной ссылке «Бегущий банкир» вы можете получить процентов 10 скидки. Я так думаю. Я не уверен на самом деле. Я об этом не договорился. Это не реклама. Я просто действительно считаю, что форум офигенно интересный. У Алены офигенный опыт проведения таких ивентов. Она совершенно фантастически строит свою сеть. Она хочет быть в мире. Она хочет быть не только в Украине. Она продвигается интересно. И то, что она делает, заслуживает огромного уважения и внимания. Я всех приглашаю на Global Sparring Forum, потому что это круто. Это круто. Мы, как самый крутой бизнес-канал на YouTube, мы информационный партнер. Не трансформатор и даже не хач. А мы – «Бегущий банкир». А завтра смотрите про варикоз. Про варикоз будете смотреть по средам. Как рожать детей с варикозом. Я напомню вам, что мы сейчас выходим в новом формате. Я пошел на невиданный эксперимент доселе. Принято считать, что на YouTube один канал под какую-то конкретную монотему. Мы – универсальный канал для тех людей, которым цены мои ценности. Мои ценности – это life balance, это развитие, это трансформация, это мотивация. И спорт обязательно. И обязательно семья. Так вот, этот канал «Бегущий банкир» превращается из узкоориентированного, спортивного и бизнес-ориентированного. Я ухожу в life balance. Собственно, я решил отделить спортивную тематику от блога. Потому что у спортивной тематики есть свой зритель. И он иногда не хочет смотреть все остальное. Я решил ввести второго героя. И лучшего героя, чем Валентина, я не нашел. Она харизматичная, умная, мощная. Она работает на плюсах. Она работает, она рождает мне четвертого ребенка. Вы можете видеть Валю, Валя по средам. Мы долго спорили, для кого Валя – для женщин или для мужчин. Там много женского контента. Но я думаю, что какая-то часть мужчин тоже останется. Я всех приглашаю подписаться на канал на 105 тысяч. Мы скоро получим серебряную кнопку. Она уже контейнерами идет в Одесский порт. Если коррупционеры не отберут у меня помещение в Одесском порту, то все будет нормально. Смотрите, что будет с остатками, которые не распродались. Мы их вывезем и откроем велопрокат в Бобрице, в Чаривномус или Бобрице. Велосипеды, которые топовые, они, конечно, в прокат идти не будут, потому что слишком дорогое удовольствие отдавать топовый велосипед в прокат. Поэтому они будут продаваться через сайты по цене чуть ниже того, что есть альтернативно на рынке. Большое удовольствие я от этого не испытываю. Это тяжелое решение. Это чемпионат без ручки, но тем не менее я его принял, я его реализовываю. На момент, когда вы будете смотреть видео, уже магазина не будет. Он будет перевозиться, паковаться по-другому. Я чуть позже покажу, как это все будет выглядеть. Через сайт, это Анистратком, вы заходите на Анистратком, там будут идентифицированы все остатки и, соответственно, будут даны актуальные цены. Если вас что-то будет интересовать, есть телефон, пожалуйста, приезжайте, выбирайте, смотрите, пробуйте. Но единственное, что это надо будет сделать в Бобрицу. Касаемо проката. Прокат мы сделаем хороший, у нас есть там все условия. У нас есть трассы, у нас есть чаримное село, у нас есть озера, поля, леса. И мы там даже проводили несколько гонок. Одну шестичасовую, другую триатлон оффроуд. Поэтому, возможно, мы вернемся к этой перспективе снова, но это будет уже в следующем сезоне. Поэтому даруйте на слове. К сожалению, все основное я продал. Одни нервы с этим футболом просто, просто безумно, азатно. Давай, снимай дальше, снимай. Малой, он атакует. Теперь у меня каждая неделя дополнилась посещением матча моего ребенка. Я купил себе такое кресло рыбацкое, я одеваю свой эверестовский пуховик. Я сажусь, устраиваюсь поудобнее и смотрю, как он играет. Для меня это важно, я знаю, что ему это важно. Он хочет, чтобы я ходил на матч, он меня просит. Поэтому я буду ходить на матчи, буду поддерживать его и буду водить его на суперклассные, зрелищные футбольные матчи. Кстати, лирическое отступление его повел на финал Лиги Чемпионов. Я понял, что он был в шоке от такого масштабного действия. Он меня спросил, а что надо, чтобы там играть? Я говорю, надо очень много тренироваться, надо очень много удачи и очень много работы. Я понял, что он все время примеряется к Роналду, к Месси. Он все время примеряется. Мне нравится это. I like it. Я буду его поддерживать, безусловно, чтобы он развивался. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова